Приветствую вас, мои дорогие! Я дед Еремей. Для многих из нас является откровением, что известные крылатые выражения, которые мы используем ежедневно, берут свое начало из Библии. У некоторых из них мы даже не знаем истинного значения. Вот как раз эту истину я хочу вам поведать. И сегодня я поведаю вам об одном таком крылатом выражении, корни которого уходят в Ветхий Завет. Хляби небесные Задолго до того, как Иисус Христос пришел на Землю, в 1656 году от сотворения мира существовало на Земле государство Урарду. И жил там один непорочный праведник по имени Ной. Его вера в Господа была тверда, как камень, в отличие от остальных людей, которые позабыли Божьи заповеди. И однажды явился к Ною Господь и объявил, что пришел конец всякой плоти, ибо земля наполнилась злодеяниями, и хочет он истребить всех. И повелел Бог сделать ковчег из дерева гафер, да осмолить его внутри и снаружи. Более ста лет строил Ной вместе с сыновьями ковчег. А как стройка закончилась, Господь вновь явился к праведнику, да приказал взять с собой сыновей, жену свою, жен сыновей, ввести в ковчег всяких животных, птиц и присмыкающихся. Все должны быть по паре, мужского пола и женского. Так и сделал Ной. Через семь дней дождь обрушился на землю и лил, не переставая. В шестисотый год жизни Нойевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны. Хляби небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Бытие, глава седьмая, стихи одиннадцатый и двенадцатый. В наше время выражения хляби небесные говорят, когда хотят сказать, а не на шутку разыгравшейся стихии, например, о сильном проливном дожде. Вот так вот, дорогие мои. А напоследок хочу пожелать вам, пусть каждый новый день приносит только радость и теплый свет очей Господа дарует в жизни благодать. Субтитры создавал DimaTorzok